привет мои профимерные друзья как я вам обещала сейчас догон к предыдущему видео я сразу же снимаю слепой затест последних пяти пробничков от татьяны татьяна вам еще раз огромнейший привет и моя огромнейшая благодарность и вы сделали мой этот месяц я вот получаю в течение месяца огромное удовольствие последний конвертик с 11 по 15 он заклеен нетронутый заклеенный конвертик приступим на заднем фоне у меня поет фрэнк синатра создает мне такое крисмусовское предновогоднее настроение ну просто такое уютное мне нравится просто фрэнк синатра обычно мы под него наряжаем елку но до елки еще далеко и не знаю мне захотелось просто себе сделать как-то так приятно и я поэтому включила его и так первый одиннадцатый пробничек тадам пробник один ох какой ох какой одиннадцатый так пока ничего не понимаю пусть дышит двенадцатый тоже пока ничего не понятно маслянистый такой что-то это это ниша какая-то теплая древесно-бальзамическая совершенно для меня непонятно чем пахнет какими-то смолами какими-то ванилями чем-то еще сладковато по общему настроению и направлению номер 12 для меня очень сильно похож на линейку от виканта вот я попробовал несколько пробничков благодаря татьяне спокойной обстановке дома да и виканта для меня оказался как раз тем самым парфюмерным домом где я совершенно ничего не могу сказать ни про пирамиды не про ноту ничего не понятно приятно достаточно но на мне почему-то очень тихо интимно очень нюдово и очень быстро слетающе да это не не свойственно это сана терренс но тем не менее вот вот и линейка виканта она нам не вот такая ну по крайней мере те ароматы которые я на себе пробовала и вот я предполагаю что зато вот 12 аромат тоже принадлежит к этой линейки виканта 11 что ты будешь делать ничего не могу понять что это такое главное что запомнить я так пусть он побудет здесь 11 12 мы прошли 13 номер вот 13 что-то такое желтенькое это часа добавлю чуть-чуть это мне кажется что альдегидное очень такие цветочные чистые альдегиды нежные по характеру это чем-то напоминает клема но это не точно потому что аромат клема я помню из своего детства в духах на маме да и как через сейчас вот я пробовал на водильную клема в туалетной воде мне кажется что он совершенно не похож на то что это было раньше в духах но вот альдегидность чистота ну какая-то такая нежная но это чисто альдегидный аромат номер 13 альдегиды это альдегиды номер 14 что же такое номер 14 надеюсь вам не мешает звук на заднем плане я сделал так очень 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 тихо чтобы просто великий итальяно-американец американо итальянец он же кажется итальянского происхождения был фрэнк сенатором создавал нам такое приятное настроение 14 я прям вот боюсь конечно опозориться с номером 14 но мне кажется что это что это вильгельм парфюмерии дир поле здесь это сладкая нежная и шершавая при этом одновременно мускусно-серо-амбровая красивый здесь вот именно сладость и шершавое что-то такое вот телесное очень такое на мой взгляд эротичное 14 номер я думаю что здесь есть мускус амбра и мне кажется что это он ну не знаю конечно так вот очень опрометчиво на мой взгляд делать такие заявления так и последний пятнадцатый аромат так пудра фиалка точно который дает такую пудровость может быть здесь есть фиалка с розой смешанная то что надо такую пудровую помадность и и такая солоноватая нотка которая дает мне предположить что позже здесь раскроется замша либо кожа этот аромат я не узнаю возможно ну вот из моих как бы из моего альфакторной памяти вот что-то похожее нечто подобное фиалка и кожа это был робер пиге калипса есть пробник такой но я не могу сказать что это точно вот вдыхая номер 14 я прямо могу сказать что да вас мне кажется что это вильгельм парфюмери дир поле вот мне так кажется и про альдегидный аромат мне кажется что это туалетная вода клемма а здесь нет ну здесь точно есть фиалка и точно есть замша не знаю что это за аромат 15 и 11 аромат так я я даже не помню где он учет нигде мне и не отсвечивает даже еще раз еще раз что-то сладенькое что-то такое нежная нежная ванильно сладковато цветочная теплая сейчас что-то мне вы знаете мне кажется здесь такая вот ваниль которая очень узнаваемая в линейке в линейке ланкомовской эксклюзивной линейки но это и не тубероза каштан который у меня которая уже была в этих пробниках и не лаванг трианон тогда скорее всего если предполагать что это аромат такой вот ванильно цветочный то наверное тогда будет ужасный марцеван такое вкусненький такой нежненький такой он женственный ну я не буду долго затягивать это видео я открываю и мы смотрим мои предположения а вы уже смотря это видео вы как всегда конечно же могли посмотреть внизу в описании что там такое первый вариант одиннадцатый который сейчас мы с вами рассматривали и я думала что-то лавана трианон нет этот эво депарфан реф де анталия я не знаком с этим ароматом мы сейчас поставим на паузу посмотрим что это 12 такие это виканта мирабель вот я вот уже по характеру вот понимаю что это что-то из виканта мне совершенно непонятно я очень много слышала про этот запах про мирабель вы там внизу можете прочитать его ноты а а что там такое да он такой теплый 13 так что я говорила про 13 аромат я не помню я не помню это ирмес руш что я говорю а я боялась что на дегидный и что он мне похож на 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 клемма это альдегидный аромат на мой взгляд сейчас я посмотрю так ли это на самом деле 14 аромат который я очень смело заявляла что он похож на вильгельм парфюмерии дьер поле это виканта страмонио туда вот так вот страмонио не знаком с этим ароматом сейчас мы там посмотрим что там такое поставим на паузу и 15 аромат который я тут тоже что-то предполагала я предполагала что там есть пудра и фиалка это лямур лямур лямуд мейкин оф канц не знаю этих ароматов сейчас будем смотреть ставлю на паузу сейчас найду их себе на фраграме так дальше снимаем рейв данталия я открыла я и думала что что-то такое ванильное да бело цветочное жасмин с чем-то сладеньким на самом деле здесь правда ваниль а тиарес смолы бензоин орхидея жасмин и мускус ну собственно говоря да это такой сладковатый бело цветочный аромат недалеко я от этого была сейчас мы с вами посмотрим виканта вернее это называется не виканта а по-другому но тем не менее сейчас чтобы я так вот есть страмония которую которую я спутала прямо на сразу мне вылетела его я спутал ну вот вы знаете да вот это характерная нота сладости и шершавости вот она серая амбра она стоит здесь на первом ноте на первом на первом на первом да вот послышимости которую я слышу вильгерме парфюмери дьер поле чем мне очень нравится сладко-шершаво вот это вот где-то сейчас мне тут на руках уже все бы перемешалось вот этот 14 номер который да вот их это объединяет их серая амбра которая так явственно чувствуется не знаю поношу этот аромат если он будет на мне хорошо в общем то слышен и достаточно хорошо сидеть то это вполне достойный заменитель мною так сильно желаемый дьер поле которую я никак не могу раздобыть то а ты а виканта вполне можно найти это страмонию страмонию это какой-то это какой-то же даже мышьяк позже у нас еще так сразу же чтобы прям тут же у нас была от мирабель мирабель сейчас мы ее с вами сразу найдем мирабель с чем я ее сравнивала эту мирабель двенадцатую двенадцатую так что я говорила про нее а да это я говорила что это как раз что то скорее всего из виканта кван 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 квинтоканта правильно называется квинтоканта непонятная мне сладкая бальзамическая вот да вот и тут так и написано что она сладкая ванильная бальзамическая теплая ароматическая да здесь ваниль молоко ром какие интересные ноты вот ни черта я вот не могу разобрать вот это для меня это вот кванта канта темный лес настолько непонятная она мне нравится она мне и притягивает она меня и вдохновляет вызывает во мне огромнейший интерес но я не могу понять не могу раскусить это очень интересная парфюмерия мне нужно сделать будет поносить эти все пробнички сделать отдельный обзор по пробничкам на это кванта канта так и рмс рмс давайте посмотрим почему же мне тут а так показалось что это похоже так рмс руж мне показалось что такое альдегидная и очень сильно похожее на 100 аромат старой школы 2000 года аромат древесный пудровый теплый пряный розовый цветочный белцеточный я четко чувствую здесь альдегиды несмотря на то что они не заявлены здесь заявлен у нас значит ирис иланг роза сандал амбра ваниль кедр красный перец и какие-то мирт тринадцатый может быть по мере раскрытия здесь что-то подобное будет но при вот так вот вдыхая ты чувствуешь что это аромат старой школы ты чувствуешь здесь яркие альдегиды вот прям вот не знаю вот рмс на самом деле не моя марка мне нравился раньше мама моя носила фабур вот он был на ней красиво и он тоже пах вот так вот в рамках в стиле старой школы такой красивый интересный аромат и пятнадцатый аромат самый-самый-самый мной непонятный неизвестный вообще никогда ничего не пробовал этой марки и не знакома это значит мэйкин овканс называется лямур лямот не знаю как это переводит вначале конечно лямур это все мы понимаем что такое любовь для мод не знаю что кто знает французский тут мне расскажет что это такое это пятнадцатый аромат который мне что я про него говорила а я говорила что это фиалка роза скорее всего что-то фиалка помадная кожаная розовая кожа пудра роза да суши я прям собой горжусь пудровый кожаный розовый мускусный животный да он такой это аромат который я не смогу носить никогда вот этой пробирочки казалось мне вот будет что-то хотеться такого эдакого когда мне вот за что я обожаю я вот люблю и обожаю пробирки от ливантики это за то что они дают нам просто невероятную возможность иметь разнообразие вот такое которого никогда бы ты себе не мог позволить как же я угадал там такая молодец прям вот не угадала я только с рмс это прям сильно сильно ошиблась мне там чувствуются очень сильно альтегиды но как то вот так спасибо вам татьяна за огромную такую вот познавательную развлекательную штуку все-таки слепые за тесты это очень интересно и я сегодня уложилась в 16 минут я быстрая потому что мне казалось что я все-все знаю прям все прям чувствую хотя ошибаюсь в чем-то в чем-то конечно же но вот это вот такая вот возможность это дает нам нанюханность дает нам возможность это быстро узнавать сейчас все руки пахнут особенно я обращу внимание на строму не он мне прям таки прям таки понравился и прям таки да что вас в комментариях до скорых встреч пока